Подрывы автомобилей, расстрелы и отравления – вот это ответ украинских партизан тем, кто перешел на сторону оккупационных администраций. Служба безопасности Украины, в свою очередь, проводит расследование по делам так называемых коллаборантов. Следующий шаг – это реальные сроки за решеткой для тех, кто предал Украину. Кто они, коллаборанты, что им грозит за сотрудничество с российскими оккупационными администрациями на территории Украины, разбирались наши коллеги. Суд арестовал имущество экс-народного депутата Алексея Ковалева. Его подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами и государственной измене. С середины марта Ковалев был на временно неподконтрольной Киеву территории Херсонской области и публично высказал поддержку российскому оккупационному режиму. Он получил псевдодолжность в незаконно созданном правительстве области. В июне авто депутата-предателя подорвали. Он выжил. В комментарии к кремлевскому изданию сказал, что считает инцидент делом рук украинских спецслужб и что отказываться от сотрудничества с захватчиками он не собирается. В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины. Я планирую дальше работать, оставаться с людьми. Соответственно, я дальше буду работать на своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году. Но преступным планам коллаборанта может помешать украинская прокуратура. Сейчас Ковалев в розыске. Ему уже определили меру пресечения. По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины следственным судьей избрано мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Также с целью обеспечения конфискации имущества следственным судьей наложен арест на корпоративные права, принадлежащих народному депутату Украины, предприятий общей стоимостью почти 5 миллионов гривен и денежных средств, размещенных на его банковских счетах. Офис Генерального прокурора в Телеграм. Кресло старосты села в Бучанском районе российские оккупанты обещали и коллаборанту из Киевской области. За такую привилегию от захватчиков мужчина должен был передавать документацию сельской рады о ветеранах АТО и ООС российским военным. В марте 2022 года по указанию оккупантов мужчина организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. Кресло должностного лица он занимал, пока украинские защитники не освободили Киевщину от российской армии. Оперативники Государственного бюро расследований и следователи Главного следственного управления нацполиции провели обыски и изъяли гуманитарную помощь от оккупантов. Черновые записи и другие доказательства, которые имели значение для следствия. Из сообщения на сайте Национальной полиции Украины. Теперь предатель рискует следующие 12 лет провести за решеткой. Без внимания украинских следователей не остался и коллаборант из Николаевской области. Эксправоохранитель передавал российским оккупантам оружие коллег. Теперь ему грозит лишение свободы на 5 лет. Назначенный российскими властями глава оккупированной части Запорожской области Владимир Балицкий анонсировал псевдореферендум о якобы вхождении в состав России. Совпадет ли он по времени с псевдореферендумом в Херсонской области пока не ясно. Однако понятно одно. Это станет еще большим фарсом, чем в Крыму и на Донбассе в 2014. В Украине действует закон об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом. Но проблем предателям ожидать стоит не только со стороны Банковой и сил сопротивления, но и из Кремля. Уверен заместитель головы Харьковской обладминистрации Роман Семенуха. «Россияне будут таких пристреливать, когда эти города будут освобождать. Эти люди многое знают, и я думаю, что, мягко говоря, им будет очень нехорошо. Я думаю, что лучшее, что в жизни может произойти с ними, это украинская тюрьма. Это для них очень оптимистичный сценарий». Роман Семенуха, заместитель главы Харьковской обладминистрации в интервью «Бигус.Инфо». Чтобы сообщить СБУ о предателях, украинцы могут воспользоваться чат-ботом «Еворух». Его разработало Министерство цифровой трансформации. За время работы программы правоохранители получили почти 2000 заявлений о коллаборантах. Валерия Никипелова специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». Сейчас с нами на связи Игорь Рейтерович, украинский политолог. Игорь, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Давайте так. Наша тема называется «Киевский взгляд. Кто для Украины люди, которые сотрудничают с оккупационными администрациями?» Почему? Этот вопрос сейчас звучит в эфире. Российские пропагандистские СМИ очень часто говорят о том, что, слушайте, коллаборанты для киевского режима, как там говорят, а по факту для демократически избранной власти, это абсолютно все люди, проживающие на временно-неподконтрольной территории Украины, это все, кто живет, работает в магазинах, аптеках, школах и так далее и тому подобное. Кто такие коллаборанты для украинского законодательства, для Банковой, для Киева, для Украины? Ну вот то, что вы сейчас сказали, это, конечно, манипуляция со стороны Российской Федерации. Естественно, Игорь. Подобные фейки. А на самом деле, кто такие коллаборанты, ответ очень простой. Это люди, которые идут добровольно, я подчеркиваю, добровольно на сотрудничество с оккупационной властью, и причем занимают какие-то руководящие должности. Люди, которые работают на обычных каких-то должностях, на тех, на которых они работали, например, до того, как пришла эта оккупационная власть, они никоим образом не могут считаться коллаборантами, поскольку, например, у них нет другой профессии, если они занимаются образованием, охраной здоровья, решением каких-то вопросов, связанными с коммунальным хозяйством. Они коллаборантами априори не могут считаться. А вот те, кто назначается на должности или как бы избирается, ну понятно, в кавычках, в те или иные органы оккупационной администрации, те, которые раздают какие-то указы именем Российской Федерации и заставляют других людей, которые в силу различных обстоятельств, как правило, объективных, иногда субъективных, остались на временно оккупированной территории, вынуждены были остаться на временно оккупированной территории, так вот они этих людей заставляют совершать какие-либо действия в пользу Российской Федерации, это, безусловно, коллаборанты, поскольку они совершают акт государственной измены. И у нас достаточно четко это в законах прописано, конечно, нам нужно еще принять, наверное, отдельный закон про коллаборантов, чтобы четко там выписать, кто под эти категории попадает, кто нет. Но если посмотреть в процентном соотношении, 95-97% людей, которые в силу различных обстоятельств остались пока что на временно оккупированных территориях, они под это понимание не попадают вообще никоим образом. Ну а те, которые немногочисленные, которые публично заявляют о своей позиции, принимают какие-то решения, выдают какие-то там смешные указы и заставляют там выполнять какие-то действия, вот они будут отвечать по всей строгости закона. Эти самые коллаборанты, вы уже разъяснили, кто это для Киева, условно говоря. Так вот, эти самые коллаборанты, они-то в принципе мало что хорошего получат после победы Украины и со стороны России. Ну и естественно, со стороны Украины благодарность им тоже ждать не приходится. Скажите, какие все-таки наказания, какую ответственность они понесут за свою деятельность сейчас во время полномасштабного вторжения Российской Федерации? Ну мне кажется, что в соответствии с нашими законами они должны получить максимальную меру наказания. У нас это, если я не ошибаюсь, по сути там 15 лет либо тюрьмы, либо это вообще тюрьма до конца жизни, ну с возможностью, конечно, определенных там апелляций. Но понимаете, государственная измена и коллаборация вообще вот в таком политическом, скажем, плане, военно-политическом плане во всех странах мира, демократических, я подчеркиваю, это одно из самых страшных преступлений. В некоторых странах за них предусмотрена даже смертная казнь. Но поскольку в Украине смертной казни нет, то в Украине они должны получать максимально возможные сроки пребывания в местах лишения свободы. И причем возможности для пересмотра их, скажем так, ну вот этого наказания, она должна быть минимальной. То есть они должны ее там получать, не знаю, через 5-10 лет отбывания срока заключения. И это четко очень должно быть прописано в украинском законодательстве. У нас это сейчас в некоторых законах присутствует, но я еще раз подчеркну, что нам нужен отдельный закон. Почему? Чтобы люди, которые остались на временно оккупированных территориях, и которые добровольно в силу каких-то там идеологических, возможно, причин, идут на сотрудничество с оккупационной властью, они понимали, что наказание для них будет максимально жестким. И, соответственно, это будет уже определенной превентивной мерой. Поскольку если они будут знать об этом наказании, возможно, некоторые из них задумаются. Надо ли им вообще несколько месяцев работать с оккупантами, чтобы потом годами находиться в тюрьме. Тут действительно я соглашусь с предыдущим спикером, вы его цитировали, очень правильное замечание, что когда россиян мы выгоним, понятно, что те люди, которые с ними сотрудничали, они либо попытаются с ними сбежать, но их в Российской Федерации, по большому счету, никто не ждет. Либо их свои же, просто, ну, россияне, свои условно, да, так сказать, они, конечно, их лишат жизни, поскольку они очень много знают, они знают, каким образом это все происходило. Плюс эти люди, к сожалению, иногда выдавали украинских активистов или выдавали семьи, в которых есть воины, которые служат в украинских вооруженных силах. И понятно, что они будут бояться этой ответственности. И тут, кстати, им, в общем, наверное, показательным будет опыт некоторых стран после окончания Второй мировой войны. Вот все, кто там сотрудничал с нацистской властью, когда эти страны были оккупированы, они либо, ну, они пытались сбежать с немцами, но их никто на самом деле с собой не брал. Либо они там кончали жизнь самоубийством, либо потом они получили огромные просто сроки, а многие из них и были лишены жизни уже после того, как нацистские, как бы, оккупанты были изгнаны с этих территорий. В Украине, я думаю, что для всех вот этих топовых, скажем так, коллаборантов, их, кстати, не так много, но они есть, они там в публичном пространстве, я думаю, что окончание их карьеры, так называемой, будет приблизительно таким. Или же их убьют россияне, либо они действительно окажутся в тюрьме в Украине. Мне кажется, что вариант с тюрьмой для них еще будет неплохим выходом. Игорь, ну тогда не могу просто не задать вопрос по поводу мотивов этих людей, которые становятся коллаборантами. Едва ли это какое-то идеологическое заблуждение какое-то, что они что-то перепутали, что-то не поняли? Это только с целью наживы? Многие люди, которые, ну на самом деле, там являются частью администрации оккупационных, ну я могу говорить, к примеру, по городу Алчевску, Луганская область, по Луганску самому, они идеологически являются носителями идеи русского мира, они верят в это все. Ну то есть, тут, наверное, сложно все-таки это разделять. Есть ли уже понимание в большинстве своем, какие мотивы у этих людей? У определенного количества, небольшого, есть действительно идеологические мотивы. Причем, что самое парадоксальное, эти люди, будучи гражданами Украины, эту свою позицию высказывали свободно, поскольку у нас демократия. То есть, они в эфирах даже телеканалов, будучи гражданами Украины, рассказывали про русский мир, необходимость дружбы с Россией и так далее. И у них, по большому счету, когда пришла оккупационная власть в некоторые регионы, ничего не поменялось, они себя там очень комфортно в этом плане чувствуют. Но такой процент там небольшой. Большинство идут туда, потому что для них это, ну как бы, знаете, шанс получить какую-то должность, поруководить. А для многих, давайте говорить откровенно, это возможность свести счеты с кем-то. Вот они считают, что их недооценивали. Для них это ощущение власти. Они же могут мародерить, гравить, убивать. Это же происходит, к сожалению. Поэтому туда и попадают люди, как правило, с очень невысокими морально-этическими качествами. Это же очень четко видно даже вот по тем лицам, которые у вас в сюжете были, или по тому перечню вот этих вот так называемых коллаборантов. Как правило, людей образованных, людей, которые имели, знаете, ну какое-то серьезное положение, когда они были именно гражданами Украины, эта территория не была временно оккупирована, там нету. Это, как правило, какие-то маргиналы, у которых появилась возможность, у которых появился какой-то шанс. И они, вот даже не понимая, чем это для них закончится, пытаются этим шансом, скажем так, воспользоваться. И на самом деле это очень хорошо характеризирует с одной стороны наше общество, что чрезвычайно малый процент на уровне статистической, скажем так, ошибки, да, он готов сотрудничать с оккупантами. Ну и, как правило, туда попадают действительно такие люди, которые при нормальном демократическом обществе ничего бы, наверное, не достигли в силу того, что у них просто для этого нету необходимых качеств. А оккупанты на таких делают ставку, почему? Потому что они других найти не могут. Никто с ними сотрудничать больше не хочет. Для нас, в принципе, демократия, конечно же, это не пустое слово и не просто слово, но, тем не менее, мне кажется, что мы, как минимум, должны сделать работу над ошибками после этой войны. И вот как такие заявления и такие люди вообще будут восприниматься потом и обществом, и, в принципе, властью? Ну, обществом они категорически негативно сейчас будут восприниматься. Мы это очень хорошо видим. Но мне кажется, что со стороны власти здесь, конечно, надо провести определенные... То есть достаточно ли нам опыта, чтобы больше не допустить вот таких заявлений, не допустить публичного высказывания вот таких людей, таких, скажем, потенциальных коллаборантов, исходя из того опыта, который мы сейчас получили, и не прикрывать этой демократии? У нас на сегодняшний день достаточно для этого данных, и поэтому нам нужен, еще раз подчеркну, отдельный закон, где очень детально по пунктам будет прописано все, что касается, ну, так называемых коллаборантов, и в том числе там будут какие-то превентивные меры, которые не позволят людям пользоваться вот особенностями демократической процедуры и высказывать, как они говорят, свою позицию. Но если эта позиция, извините, наносит вред национальным интересам, суверенитету, территориальной целостности страны, то такие люди, конечно, эту позицию не имеют права высказывать. И это, кстати, пример любой демократической страны, у которых мы даже пытаемся, например, учиться там демократии. Во всех этих странах, Великобритании, Франции, Соединенных Штатах Америки, существуют определенные либо отдельные законы, либо положения в законах, которые просто не позволяют призывать к свержению, например, действующего политического строя, изменению территориальной целостности страны и так далее. У нас это, в принципе, в законах тоже было, но к этим нормам, знаете, относились достаточно спокойно, скажем, и нейтрально. Именно поэтому эти люди годами могли вести, по сути, российскую пропаганду, пользуясь вот свободой слова и теми правами, которые им давала Конституция Украина. Вот сейчас определенные ограничения на уровне отдельных законов, они должны быть, безусловно, внедрены. И я не сомневаюсь, что это произойдет, и это получит полную общественную поддержку. Вот это очень важный момент. Если раньше какие-то группы населения могли говорить, ну, давайте им возможность высказываться, то сейчас у нас, в соответствии со всеми опросами, больше 90% граждан Украины считают, что какие-то определенные моменты, они должны быть четко прописаны. И вот эта вот бацилла так называемого русского мира, она вообще никогда уже не должна попадать в наше информационное пространство. Ну, она и не будет попадать по природным причинам, поскольку люди просто это уже не воспринимают, даже на уровне какой-то теории. Но теперь это надо еще детально более прописать в законодательстве. И отрадно, что определенная работа уже в той же Верховной Раде по этому поводу ведется. Мне кажется, можно это несколько ускорить, поскольку есть общественный консенсус. Это очень важно для принятия таких важных этапных законов. Одна из метастаза так называемого русского мира, либо видения пророссийского именно будущего в Украине, это блок Владимира Сальда, известный человек, сейчас он глава оккупационной администрации Херсонщины, человек, который много говорит по сообщениям Сергея Хланя, демократического представителя все-таки законной администрации Херсонской области, находится то ли в коме, ну, не в лучшем состоянии, скажем так, господин Сальда. Но не о Сальда как таковом сейчас. Вам не кажется, что эти метастазы, они расползались в том числе благодаря тому, что такие люди, как, к примеру, бывший народный депутат Украины, а сейчас собачка российской пропаганды, Илья Кива, мог спокойно говорить с трибуны украинского парламента о какой-то федерализации, о каком-то, не знаю, шовинизме, ксенофобии, о каком-то бреде на самом деле, именно с трибуны украинского парламента, а государство как раз не обращало, не то чтобы не обращало на это внимание, но допускало это. Вот как раз тут вопрос об ответственности, вопрос о действии и наказании непосредственно. Ну, вот это была, знаете, манипуляция с представительским мандатом. Он говорил о том, что за меня проголосовали, соответственно, я имею право высказывать какую-то позицию там. Он прикрывался тем, что за него проголосовало какое-то количество людей, но парадокс как раз тут в том, что он-то отошел даже от тех обещаний, наверное, которые давал, когда и шел на должность народного депутата Украины. Поэтому, да, это была глобальная проблема. Вот вы, например, там одного такого человека привели, но я думаю, что у нас можно было несколько десятков, на самом деле, к сожалению, таких депутатов найти в Верховной Раде, которые прикрывались демократией, которым демократия на самом деле дала все. Они сделали себе карьеру политическую, бизнесовую, не получили возможность выступать, стали публичными людьми, и они же начали этой демократией злоупотреблять. Это, кстати, проблема не только Украины, мы ее можем наблюдать во многих демократических странах, что определенные силы, там, популистические, или вот как в данном случае, такие откровенно шовинистические, поскольку они идеологии вот этого так называемого русского мира исповедовали, они, прикрываясь демократическими традициями и ценностями, начинают этим активно очень злоупотреблять. Поэтому тут надо принимать решения, вводить определенные ограничения. Я, кстати, подчеркну, что это никоим образом не противоречит демократии, поскольку демократия — это есть четко определенная процедура. И если что-то в демократическом обществе четко прописано, есть же какие-то законы, правила, ограничения, то все должны им следовать. И Украине не надо бояться этого делать, тем более у нас на фоне войны мы получаем дополнительные какие-то возможности для этого. И поверьте, никакой критики, просто кто-то боится какую-то критику со стороны наших западных партнеров, что если вы начнете что-то такое делать, то скажут, что вы не очень демократичны. Ничего подобного. Во время войны действуют несколько другие правила. И поверьте, те же Штаты и другие страны, они активно этим пользовались, когда у них, например, страна пребывала в состоянии войны. Поэтому Украине надо просто брать тот опыт, который уже использовался многими демократически развитыми обществами. И сейчас его достаточно активно использовать для того, чтобы в будущем у нас действительно не было такого, что народный депутат может призывать к свержению действующей власти, действующего политического строя, или говорить о том, что нам нужно мириться с страной, которая украла у нас, по сути, часть территории и убивает наших граждан. Возвращаемся к теме ответственности, либо же безответственности. С 2014 года в Украине был один кейс. Не знаю, можно ли его назвать амнистией. Скорее всего, нет. Это бывшая представительница Славянска, города Донецкой области, Неля Штепа. Известный человек, на Донбассе известный человек, да и в Украине, собственно, известный человек, который выиграл, если мне не изменяет память, дело против Украины в ЕСПЧ на более чем 3000 евро. Это было вот несколько лет тому назад, скажем так. Вопрос амнистирования. Как он должен быть урегулирован, дабы, к примеру, такие люди... Да, Неля Штепа нельзя заносить в категорию амнистированных. Дабы такие люди, ну, похожи, да, своей риторикой на Нелю Штепу и других представителей коллаборационных организаций, не были амнистированы, но в то же время, чтобы они получили там и по заслугам, скажем так, и чтобы те люди, которые, ну, к примеру, были учителем в Луганской школе, а закон в некотором смысле может, наверное, их тоже рассматривать как сотрудника, пособника, да, оккупационным администрациям, чтобы четко вот эти вот категории между собой разделялись. Это же важно, как мне кажется, потому что я общаюсь с людьми, которые проживают на оккупированной территории, и они, на них давлеет вот эта российская пропаганда о том, что законы про коллаборантов, законы про амнистию, пункты про амнистию, это все сделано, чтобы преследовать инакомыслящих. Амнистировать никого, никто не будет. Ну, вот кейс Штепы как раз интересен тем, что она воспользовалась вот этими, знаете, узкими местами в украинском законодательстве и стрипулировала, по сути, демократической процедурой. То есть она вот, играя на вот этих противоречиях, на нечетко прописанных каких-то там правилах и нормах, она смогла вот показать, что я типа не занималась теми делами, в которых меня обвиняют. Ну, это, конечно, связано было с тем, что у Украины не было соответствующего опыта, да, и мы никогда себе даже в страшном сне не могли представить, что у нас такая проблема, как коллаборанты, она вообще будет существовать по факту. Но сейчас, когда она уже существует, мне кажется, что в том законе, который уже есть на рассмотрении Верховной Ради, в него надо, конечно, внести определенные изменения, должны быть все группы лиц, которые остаются на временно оккупированной территории, четко прописаны и выписаны. Если это потребует, не знаю, 20, 30 или 40 страниц текста, где по пунктам будут расписаны профессии, скажем так, должности, которые попадают или не подпадают, мне кажется, что на это надо потратить время и надо максимально информационно это разгонять, в том числе вот через каналы, через которые мы пытаемся как-то достучаться до тех людей, которые в силу различных причин остались на временно оккупированной территории, чтобы люди четко знали, что то, чем они занимаются, никоим образом не считается какой-то там коллаборацией, и они могут продолжать этим заниматься дальше, потому что у них просто нет другого выхода, им надо как-то выживать. Украина про них помнит, Украина их считает своими гражданами, и когда туда повернется украинская власть, никаких вопросов и никаких абсолютно претензий к ним не будет. Опять-таки, можно брать здесь опыт уже мировой, его достаточно много, да, он большей мерой касается Второй мировой войны, но если смогли же разобраться даже с той же, не знаю, там, нацистской Германией или другими странами, в которых был оккупационный как раз режим, разобраться достаточно быстро, я думаю, что Украина здесь тоже может пойти этим путем, но про это надо говорить, надо этот закон принять, и надо максимально уделять внимание тому, чтобы люди, которые остались на временно оккупированных территориях, четко понимали, кто попадает под действие этого закона. Я еще раз подчеркну, что даже по тому проекту, который есть на сегодняшний день, 97-98% людей, которые остались на временно оккупированных территориях, они никоим образом вообще не считаются коллаборантами. Даже если они продолжают ходить на какую-то работу, получать какую-то заработную плату, например, от оккупационной администрации, они не могут таковыми считаться, поскольку они это делают недобровольно, так сложились, скажем так, обстоятельства. А вот тот небольшой процент, он должен отвечать по всей строгости закона. Если говорить об опыте, тут есть еще хорватский опыт, с которым, я думаю, тоже стоит считаться. И именно этот сценарий амнистирования и деоккупации даже, возможно, регионов, ну так точно работы на деоккупированных регионах, того государства очень часто ваши коллеги-эксперты применяли как раз на территории Украины. До 24 февраля 2022 года на территории Донбасса. Ну а теперь, как я правильно ли понимаю, такие же сценарии должны проводиться и на территории, которые были захвачены российскими оккупантами с 24 февраля 2022 года. И про Крым, естественно, мы также не забываем. А с Крымом, кстати, какая ситуация может быть? Если так называемой группировки ЛДНР Российская Федерация не признавала до 20-х чисел февраля 2022 года, то Россия как бы считает территорию Крыма своей. Хотя я напоминаю, по международному праву, если, ну тут мы уже сегодня говорили, что Путин там вспоминал про международное право, хотя я не думаю, что об этом надо говорить. Тем не менее, Крым это территория Украины. Я напоминаю, Крым незаконно оккупирован российскими войсками, начиная с февраля 2014 года. Механизм вот, амнистирование, механизм, ну деоккупация, это другой вопрос. Давайте амнистирование и выяснение, кто коллаборант, а кто нет. Он будет такой же в Крыму, либо же нет. Потому что, по сути дела, люди там сотрудничали непосредственно с российской властью, да, псевдовластью, квазивластью, можем как угодно называть, но факт остается фактом. Там были российские, там есть представительства российских компаний, российских государственных органов, к сожалению, опять-таки, потому что Крым это Украина, и то, что там делают россияне, это абсолютно противозаконно. Скажем так, как вы, давайте попробуем выстроить еще вот эту концепцию. Там история еще чуть сложнее, потому что люди вынуждены были получать еще российские паспорта, мы должны это не забывать. Мне кажется, смотрите, что в основе должны быть те же принципы, которые будут касаться временно оккупированных территорий, например, на востоке, либо на юге Украины. Единственное, что будет отличать, скажем так, вот процесс этой проверки, это более углубленная проверка и анализ определенных групп, определенных групп, да, вот это мы должны понимать. То есть, людям могут задавать какие-то еще вопросы касательно того, там, ходили ли они, не ходили на какие-то выборы, ну, так называемые выборы, да, конечно, которые происходили в аннексированном Крыму, там, за кого они голосовали, почему они это делали и так далее. Но по большому счету, мне кажется, что неправильно будет делать какие-то, знаете, два кардинально различных там проекта, и одних проверять по одним принципам, а других проверять по другим принципам. Потому что в основе, в основе история очень похожая на самом деле. И мы должны четко понимать, что многие люди, которые там остались, даже когда их заставили получить эти паспорта, они по факту являются, по сути, в определенной мере заложниками. Поэтому какая-то минимальная проверка, она должна, конечно, проводиться. Но, понимаете, тут это будет просто достаточно сделать. Почему? Потому что мы сейчас живем уже в 22-м году, это не 45-й год, да, все публично, и существуют, в том числе, социальные сети, очень много открытой информации. Мне кажется, что у наших правоохранительных органов уже есть просто все эти списки, и они четко знают, кому надо в первую очередь приходить, кому задавать вопросы. Ну, а все остальные, они могут пройти какую-то минимальную процедуру, там, не знаю, заполнение какой-то анкеты, ответов буквально там на каких-то там 5, 7, 10 вопросов. Но, опять-таки, они не должны это воспринимать никаким образом, как какой-то признак недоверия. То есть это нормальная политика страны, которая возвращает свои территории, которая хочет понять, что на этих территориях происходило там во время оккупации. Не больше и не меньше. Знаем, что Marathon Freedom смотрит на временно неподконтрольных территориях Украины, где российская пропаганда давлеет. Давайте говорить откровенно. Мы постоянно говорим о том, что Украина не воспринимает своих граждан, которые проживают там в Ферсонской области, в части Николаевской. Как предателей. Да, ну нету такого. Такого попросту нет. А тем коллаборантам, которые перешли на сторону оккупационных администраций, либо являются там гауляйтерами, так называемыми, главами. Я просто напомню судьбу Александра Захарченко, первого главы так называемой группировки ДНР и его любимого кафе, название которого я не буду, естественно, называть в нашем эфире. Игорь, спасибо вам большое за ваше разъяснение. Я напомню, что Игорь Рейтерович, украинский политолог, был с нами на связи. Информационный марафон фридом продолжается. Оставайтесь вместе с нами. Игорь Рейтерович,